Ну а ситуацию, связанную с лекарственным обеспечением, прокомментировала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Зарема Альянова. По ее словам, поводов для паники нет. Ситуация находится на контроле у Министерства здравоохранения и администрации главы. Ежедневно проводится мониторинг заболевших ОРВИ, гриппом и пневмониями. Ежедневно эта информация передается в федеральный центр. Все граждане нашей республики, все жители республики, которые прибывают в республику из различных регионов, на сегодняшний день это уже 14 человек, они берутся на контроль, с ними проводятся беседы, у них берутся анализы, эти люди находятся под наблюдением. Средства для того, чтобы предотвратить эту инфекцию, для того, чтобы ее предупредить имеются, определены больницы, которые будут работать в случае возникновения заражения, определены обсерваторы. Больницы и обсерваторы заполняются дезинфицирующими средствами, средствами защиты и также лекарственными препаратами. Все находится на очень серьезном контроле правительства. Конечно же, люди утверждают, что вот нет масок в аптеках. Да, действительно, ситуация с масками, она не только в республике Ингушетия такая сложилась, но и в стране. Как бы, ну, фармрынок не был готов к такому заболеванию, поэтому Минпромторг России, он работает сейчас 24 на 7, и уже очень в скором времени, буквально в течение 2-3 дней, эти маски появятся везде, и этот дефицит масок будет в основном. Кроме того, я бы хотела сказать, что маску носить нужно только больному человеку, только человеку, который болеет вирусной инфекцией. Для чего носить маску? Для того, чтобы обезопасить окружающих от воздушно-капельного заражения.